здравствуйте я владимир веленгурин фотокорреспондент комсомольской правды сегодня я расскажу вам одно из своих историй фотографии всего за годы работы в комсомольской правде у меня было более 30 командирок воюющую и поствоенную чечну одна из них не запомнилась навсегда вместе с корреспондентом александром коцом в начале мая 2004 года мы делали репортаж о боевых буднях чеченского ходили с ними на задания в основном по задержанию участников бандформирований уничтожению подпольных мини заводов по производству бензина поисков складов оружия и боеприпасов но чеченском омоне я расскажу еще отдельную историю 9 мая 2004 года чеченский омон начистив берцы и награды идет на парад на центральный стадион динамо в грозном где будет участвовать в праздничной демонстрации появилось руководство чечни во главе сахмат хаджи кадыровым поднимаются они на праздничную трибуну кадыров произносит речь и начинается парад проходит одна за другой колонны военнослужащих я все время стоял рядом с трибуны где находилось руководство отсюда была хорошая высокая точка для съемки параллельно можно было снимать и трибуны и проходящие колонны начался концерт я спустился в нем снимал ветераны участников парада у знакомого местного телезионщика спросил что интересного можно поснимать грозным он познакомил меня с фотографом стрингером из агентства рейтар агланом хасановым мы поговорили всего несколько минут на профессиональные темы и тот подошел в куц и передал просьбу чеченского омона чтоб я их сфотографировал я опять поднялся на трибуну при метрах метрах в 7 от нее стал и начал снимать омоновцев и вдруг я полетел меня отбросила взрывной волной на несколько метров все это время пока я летел у меня отчетливо помню мелькнула мысль мысль первое я понял что это был взрыв и вторая как же боевикам удалось осуществить свой замысел взрыв сопровождалось оглушительным грохотом облаком цементной пыли все заволокло мне ничего не было видно сразу начались началась беспорядочная стрельба из автоматов я лежал на животе нащупал фотоаппарат поднял его и несколько раз нажал на спуск пыль оседала выше колен я почувствовал боли ноги посекло разлетевшимися осколками кирпича и досок ниже колен боли не было я испугался если у меня ноги пощупал руками они были на месте еле встал и пошел ноги поначалу почти не сгибались я шел как космонавт на месте трибуны где сидел кадыров была дыра пострадавшим подбегали уцелевшие и пытались оказать им помощь и автоматически сделал несколько кадров но основная суматоха происходила ниже трибуны больше всего пострадавших находилась именно там в этой внезапной энергонарной ситуации меня поразило то насколько четко все происходило не было паники через минуты одна за другой на стадион приезжали машины которые увозили раненых я как зомби бродил среди лежащих тел и изредка снимал вот мимо меня прошел комендант грозного весь белый от пыли а из глаза у него текла кровь а вот лежит адлан хасанов в луже крови с кем я познакомился и разговаривал несколько минут назад на том самом месте но ему уже не помочь ряда всего телом рыдают его товарищи журналисты вы взглядах я вижу не мой укор за то что я снимаю но не снимать я не мог этот ужас должны увидеть люди и сейчас просматривая эту съемку я просто шокирован тем как мало я снял кадров у меня был какой-то ступор я не мог снимать много вот четыре спецназовца несут командующего объединенной группой войск в чечне валерия баранова у него нет ноги его кладут в машину это несется прочь с футбольного поля всего в результате взрыва 53 человека была ранена и семеро погибло а вот хроника событий с моего фотоаппарата в 10 43 я снимаю амон и в этот момент происходит взрыв через 50 секунд после взрыва я начал снимать этот кошмар а в 10 52 через 8 минут после взрыва на стадионе не осталось никого кроме сапера был страх второго взрыва и сапера действительно потом нашли 2 не взорвавшийся фугас мы с александром коцом а точно противоположную сторону стадиона я забинтовал ногу из которой сочилась кровь и честно говоря до меня наконец-то дошло и я понял что на этот раз нас пронесло и мне стало даже легко и радостно несмотря на весь этот кошмар несмотря на то что произошло то что я остался жив да собачья работа только эти вычистил штаны перед парадом нечеловеческие условия труда есть как вот домой туда что жена скажет поцарапанный весь кто тебя поцарапал с вами был владимир веленгурина смотрите мои истории фотографиях и вам будет интересно